Доброго времени суток дорогие подписчики и случайные зрители этого канала сегодня у нас речь пойдет о капур плюс двух батареечный мод на 200 ватт от компании капур она и же является дочерней компании фирмы смог перед этим компания выпустила мини-версию капур мини обзор на нее у меня есть на канале можете посмотреть и сейчас вот я вам представляю капур плюс отдельное спасибо компании капур которая прислала мне этот девайс на обзор у меня нету осциллографа для того чтобы проверить капур на правильность его и корректность работы но опять же я вам покажу видео как парит на 200 ваттах сам капур плюс и так же самое одновременно как парит дна 200 то есть насколько вот густой насколько быстро она все разогревается насколько все происходит обязательно разберем этот мод доберемся до платы покажу вам тоже что там внутри и расскажу свои ощущения о этом моде использование этого мода ну что ж теперь давайте переместимся в кузов и обо всем об этом поговорим поехали вот в такой вот комплектации приехал ко мне капур плюс вот сам капур и вот такой вот силиконовый чехол оранжевого цвета давайте рассмотрим сначала коробочку вот такая вот оформление здесь у нас скрэйч код здесь написано что это стальной цвет 300 ну как-то так серийный номер здесь идут все характеристики его тут все стандартно ничего особенного в термоконтроле от 0 0 8 ома до 3 и от 0 1 до 3 ома в режиме варивата от 6 до 200 ватт от 0 35 вольта до 8 вольт может он выдать и вес его 245 грамм весы ко мне еще едут будем потом точно проверять на вес использовать этот мод можно на никеле 200 титане и стали что мы сегодня в принципе с вами и проверим как работает термо контроль тоже на этом всем деле qr-коды сертификаты и тому подобное значит здесь указано что здесь у меня стальной цвет но они есть также самое еще красного черного вот стального и белого цвета а чехлы есть черный оранжевый и белый значит открываем коробочку сначала многие я видел что начинают путаться и пытаться открыть эту коробку как-то в бок поддеть ее нет все очень просто она просто вытягивается отсюда на будущее чтобы вы просто знали и не мучились значит здесь у нас паралончик здесь лежит сам капур плюс влаговпитывающая фигнюшка и здесь у нас лежит сразу же предупреждение что в капуре нельзя использовать поврежденные батарейки вот здесь приводится визуальный пример и здесь об этом нам тоже напоминается еще вот такой вот талон у нас идет тоже там внутри точно не знаю зачем он ну ладно и вот такая вот инструкция у нас идет на сам капур вот такой вот необычно она раскладывается она идет на китайском и на английском языке ну она довольно таки большая поэтому полностью разворачивать и ее не буду то что же достанем сам капур и поговорим именно о нем вот так вот он выглядит дизайнеры не стали особо ничего менять в этом плане просто увеличили сам корпус здесь добавлена надпись плюс ничего нету здесь опять же usb порт но он опять только для прошивки этого мода не заряжайте батарейки которые находятся внутри с помощью этого порта дизайн капур и сертификаты решетки которые находятся по бокам и здесь выполняют функции как и газоотводных отверстий так и охлаждение самого мода в принципе это даже там на сайте указывает пока у меня не появилась осциллографа с точностью там до 100 процентов я не могу опровергнуть также в принципе вы можете перейти на официальный сайт капура и почитать об этом всем на официальном сайте вообще что нам написал производитель дизайнерский ход того как сделали вот здесь этот рисунок он мне нравился он и в мини есть и в капуле плюс вот такие вот дорожки как будто это все на плате ну все круто сам корпус да он марки он сверху покрыт опять же каким-то лаком и из-за этого как раз и остаются вот эти вот отпечатки маркости сам корпус будет царапаться очень легко если видите вот без вот этого силиконового чехла к нему мы вернемся чуть позже опять же кнопочки не претерпели особых изменений ну нажимаются приятно все классно только прибежат причем что вот как мы слышим я пришел вот эти две плюсовые и мод перестал прибежать то есть прибежит не кнопка файл а кнопка вот этот верх вниз плюс и минус даже не магнитики для бежат который там держится довольно таки плохо ну что ж посмотрим на коннектор но здесь у меня еще наверху пишется сэмпл not from sailor отсылаются такие вещи только обзорщиком на обзоры значит здесь у нас стальная резьба и подпружиненный латунный плюсовой пин он довольно таки тугой но опять же резьба стальная и все нормально с этим резьба кстати как мы видим довольно таки глубокая то есть ваш атом накручивается довольно таки глубоко и при этом всем еще тоже я считаю это плюсом вот этот вот бортик самого коннектора он приподнят над модом буквально в какие-то там доли миллиметра наверное и ваш а там когда вы накручиваете его на мод совсем чуть-чуть даже еле еле заметно он возвышается над самой площадкой самого мода я считаю это очень хорошо потому что не царапается ваш корпус мода и не приходит в такой ужасный вид когда вы просто смотрите сюда а тут полностью вот от все в кругах от этих царапин от мода я им пользуюсь уже где-то около двух недель активно его тестирую проверяю и у меня как вы видите вот здесь вот ну вот здесь вот маленькая маленькая царапка появилась и то я даже не знаю от мода это или от моей неаккуратности но и все на других модах у меня уже здесь появлялись вот эти все круги и сверху как мы видим вот здесь вот видите в этой части это лак и он уже начинает облазить видите я его тру и уже могу его ногтем снять ну вот как-то тогда есть такое но думаю даже если лак полностью у вас облезет но останется у вас стальной мод стального цвета ничего такого лак прозрачный его вот незаметно если не присматриваться цена этого мода ну вы сами можете посмотреть на разных сайтах довольно таки бюджетно и поэтому придираться вот к этому ну это разве что придирка я бы вообще сделал уже этот мод вообще не покрывал лаком а просто оставил бы его стальным сама крышка этот момент волнует нас многих как они ее здесь переделали в капури мини крышка была очень плохо сидела я его так вот рукой мог полностью легко стянуть здесь она как вы видите тоже в принципе легко стягивается но она совсем чуть-чуть болтается в стороны вот и когда я тяну вниз вот так вот легким движением я не могу снять крышку в капури мини я это мог сделать здесь же уже мне придется вот так вот поднажать и приложить усилие чтобы она съехала вниз ну как мы видим опять же открывается он именно вот таким движением поэтому вот таким же движением должна легко сниматься сама крышка поддеть ее как-то вот здесь сбоку снять можно вот так вот и но для этого не очень удобно и придется приложить усилия сами магнитики они здесь добавили еще дни то в капури мини этих магнитов было всего 4 2 на корпусе 2 на крышке сейчас их уже восемь добавили вот здесь вот еще по два магнитика магниты они все же не побороли магниты очень плохого качества могли бы сделать и получше они болтаются здесь ну вот я кнопки прижал пальцами и трушу видите в момент когда одета крышка магниты еще как-то держится и не гремят но как только мы снимаем появляется вот эта тряска ну магниты здесь плохо закреплены но хотя они не вылетели у меня ни разу сам корпус моды сделан кстати из стали это не алюминька это сталь дальше немножко поговорим о самих внутренностях здесь у нас идет контактная площадка вот такие вот пружинки как по мне они кажись позолоченные кстати может быть и пин позолоченный может я ошибся конечно но точно не скажу но вот здесь по ходу это позолота что есть сверху что снизу минусовые контакты вот так вот подпружиненные пружинка довольно таки упругая и здесь у нас находится сам кабель который припаян к самой площадке так же самому все это с обеих сторон вот здесь вот у нас стоит вот такой вот плюсовой пина его кончик сплюснутый что не дает рваться изоляции аккумулятором или продавливать ваш пин плюсовой я пользовался у меня никаких проблем с этим не возникло ну что ж давайте его разберу и покажу вам что там внутри выкрутил я четыре винтика которые находились здесь 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 и здесь и теперь можно в принципе снять вот эту вот крышечку вот так вот внутри здесь все выглядит отсек с аккумуляторами вот так снимается и здесь мы видим саму плату здесь сами можете обратить внимание на качество пайки меня в ней все устраивает ну я не профессионал там в пайке в паяни это у нас термоусадка которая отводит опять же тепло на сам корпус и вот здесь вот у нас идет плюсовой пин вот так вот припаяна единственное что мне кажется что к плюсовому пину немножко получше можно было бы припаяться но вот как-то так минусовому контакту у меня претензий нету здесь есть уже какие-то как видеть царапины на самом корпусе но это видать при установке платы может паяльником китайцы не очень бережно относились или при обработке самого корпуса вытачивание точно не знаю ну по крайней мере лазить мы сюда не будем поэтому мне как-то все равно на это закроем обратно сейчас я прикручу и продолжим разговаривать о нем ну что же еще такой вот небольшой лайфхак такая вот особенность не знаю может быть опять же кто-то не знает кто-то по-другому пользуется у некоторых людей постоянно рвется вот это вот изоляция из-за того когда они вытягивают сами батарейки из корпуса и плюсовой пин начинает разрывать саму изоляцию вот здесь плюсовой пин здесь у меня сейчас минусовой до подключение в этом моде у нас последовательная то есть тут обязательно должно стоять две батарейки используйте тоже обязательно только две одинаковые батарейки которые одинаково разряжаются одинаково заряжаются значит смотрите вот когда вы вытягиваете батарейку вы берете за шнурок и начинаете тянуть вы видите вот чуть-чуть вы вытянули обычно люди тянут до самого конца и вырывают конечно пин плюсовой цепляется за ту изоляцию которая тут находится сбоку и вырывает ее потому что вы резко сюда тяните вот так вот чуть чуть ее вытянули потом возьмите вот от пальцем надавите в сторону пружины вот туда вот надавите и вытяните и все и у вас все с изоляцией будет хорошо это на будущее просто вот такой вот небольшой совет давайте теперь оденем вот этот силиконовый чехол который здесь находится в комплекте и вот опять же за две недели использования у меня не вообще никак не растянулся я его частенько ну снимал ставил батарейки новые но каждый день фактически я менял ну по крайней мере раз сутки потому что ну не к не всегда им пользовался но очень часто значит вот так вот мы его одеваем вот здесь вот довольно таки трудно потому что чехол довольно таки хорошего качества и вот так вот его сюда одеваем вот а вот одели потом вот эту часть выгибаем сюда наверх и вот этот угол закрывается у нас тоже чехлом что не дает чеху нашему идти вниз и растягиваться от того когда мы будем его использовать кнопочки лежат все очень четко нажимается все очень удобно экранчик тоже видно очень хорошо когда вы одеваете этот мод в чехол все совершенно меняется все ощущения когда вы его держите в руках они просто офигенные то есть чехол вообще супер он вот он классный я точно не знаю будет ли в комплекте продаваться чехол вместе с капура мини или нет это уже узнавайте в магазинах где вы будете приобретать обязательно смотрите описание и смотрите silicon case если там он написан в самом чехле вот если мы саму крышку начнем двигать вот здесь влево вправо только целенаправленно видите у меня аж чехол уходит волной то мы в принципе почувствуем небольшое вот шатание крышки опять же вы это слышите но мод опять же я отношусь к нему как бюджетному моду и поэтому это всего лишь придирка а не минус если бы он стоил гораздо дороже это был бы уже конкретный косяк и минус но опять же это бюджетный вариант 200 ваттного мода давайте проведем тест как жарит он на 200 ваттах я хочу провести этот тест по сравнению с платой dna 200 вот выставлено 200 ватт сейчас мы возьмем дрипку и накрутим ее сюда потом это же дрипка вы одновременно будете видеть сам этот тест одновременно как будет жарить на 200 ваттах капур плюс и так же самое как будет жарить все это дело на плате dna 200 возьмем жидкость для того чтобы вообще не спалить полностью ватку и вы видели в принципе количество пара в обоих случаях будет участвовать одна и та же дрипка именно вот это который я накрутил ну что ж только что вы видели как все это жарит на 200 ваттах в принципе все очень достойно очень хорошо я думаю что тут есть свои чистые 200 ватт на этом моде ну даже если здесь 190 в принципе мы разницы когда будем парить не почувствуем вообще никак но плата dna 200 стоит 130 долларов а этот где-то в районе 50 единственное что конечно же капу разогревает саму спираль чуть дольше чем сам бокс на плате dna 200 ну это особенности платы тут уже никуда не денешься но церновая категория здесь абсолютно разная теперь проведем тест на сжигание ваты на никеле на титане и на стали я решил что на всех трех металлах я не буду накручивать dual coil а сделаем это только на никеле потому что здесь есть настроечка под любой из этих металлов dual coil ну и термо контроль должен работать при этом корректно вот я сюда намотал две спиральки никелем 0 3 на праву 3 с половиной 10 витков каждое здесь уже мод спросил меня новый лет атомайзер и опять же вот он заблокировал сопротивление в 0 13 то есть тут этот мод капур плюс блокирует ваше сопротивление в момент того когда он спрашивает новый такой или нет и когда вы нажмете кнопку да что это новый coil он запомнит это сопротивление и зафиксирует его я уже проверял там в менюшке есть отдельно выставить сопротивление какое вы считаете что правильно но он там его запоминает в момент когда нажимается на кнопку сопротивление будет скакать то есть это показывается динамическое сопротивление которое в данный момент на спирали но всегда возвращается после отпускания кнопки fire к этим показателям 0 13 ну это в данном случае значит тест будет проходить на 450 по фаренгейту и в режиме преднагрева нормал ну какой смысл макс там этого уже сами будете делать там ватку может и сжечь но будем тестировать в нормальном режиме ватку я слегка смочил и теперь увидим что он сделает с ваткой до самой отсечки поехали зажали держим вот что происходит на экранчике у нас меняется мощность темп протекшн падает 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 все закончилось хоть и ничего не написала никакой отсечь что это отсечка надписи не было но жарить полностью прекратил давайте теперь посмотрим что случилось у нас с нашей ваткой давайте вытянем один кончик в бок значит ватка как вы видите чуть 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 совсем чуть чуть вот здесь вот потемнело в серединке и то слегка ну опять же это уже парили и теперь посмотрим что случилось с другой ваткой вот она тоже чуть 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 потемнело Все, в принципе, корректно работает, все замечательно. Вы бы уже давно поняли, что там уже сухая ватка и уже закапали, потому что бы уже не чувствовали ни вкуса, ни пара. Вот, тест на никеле, на дуал-коиле Капур мини прошел. Поехали к Титану. Намоточка на Титане, вот только что ее намотал на дрипочку. На красоту не смотрите, в термоконтроле вы ее особо не найдете. Главное, чтобы витки не соприкасались друг с другом. Для корректной работы термоконтроля. 450 по Фаренгейту, нормал 0,75 Ома с сопротивлением. Посмотрим, что он сделает с ваткой. Немножко ватка смочена. Поехали. Ну что ж, вот он и перестал жарить. Как мы видим, здесь уже внутри ватка потемнела чуть больше. Вот, появилось пару пятен таких черных. Но сам Титан, который ко мне приехал с Фастека, он грязный. Очень грязный. Я его, конечно, прочищал уже салфеткой, со спиртом. Но все равно там чернота остается. И возможно, это вот и есть та чернота, которая вот здесь вот далась. Которая вот здесь внутри таким черным нагаром пошла. Но, может быть, это и термоконтроль. Опять же, ватка не сгорела. Слегка появились только подгорания. Вы бы уже давно почувствовали, что ватка сухая. И что уже нужно залить. И вы бы уже докапали жидкости. Установил я сейчас сюда намоточку на стали. Sunny Steel 316. Тридцатый гейдж. В калькуляторе это показывает, что это 0,25 мм. Sunny Steel, значит, здесь у меня 6 виточков. На праву 2,5 мм. И сейчас мы вот увидим, как происходит сам процесс блокирования сопротивления. Вот здесь вот. Мы нажимаем Fire. Задерживаем. И он спрашивает, новый ли Койл. Нажимаем стрелочку сюда. Здесь чуть-чуть она темнеет. И все. Сопротивление определилось 1,6 Ом. Да, довольно-таки большое. У самой нержавейки, у стали довольно-таки высокое сопротивление. Ну что ж, термоконтроль 450 Ватт. Режим Normal. Поехали. И что мы видим? Здесь у нас идет... Вот такой вот пошел преднагрев. Я не буду ничего вырезать. Все это покажу. Опять же, вот попробовал, думал, контакт плохо поджатый. Ну, как я подумал, вот здесь на этой стойке. И поэтому оно разогрелось так сильно. Окей, взял немножко, поджал его отверточкой. И сейчас вот посмотрим, что будет опять происходить здесь же. Смочим чуть-чуть саму ватку. Бум-бум-бум-бум-бум-бум 450 по Фаренгейту. Поехали. Опять же, вата загорелась. На медицинской стали, опять же, температурный контроль почему-то не сработал. Вот так вот. А вы говорите, я, допустим, не все показываю. Если есть косяк, то вы его увидите. Тест на сжигание ватки. В принципе, я не знаю. Вот посмотрите внутрь этой ватки. Она слегка пожелтела вот здесь вот. То есть, но внутри не сгорела. А сбоку загорелась. А ну, давайте еще раз нажмем. Понизим, кстати, саму температуру. Может быть, из-за этого в этом всем и проблема. Ну, хорошо. 280 по Фаренгейту. Поехали. Темп протекшн сразу же. Офигеть. А ну, увеличим. 300 по Фаренгейту. Темп протекшн. Что ж такое. Давайте смочим еще немножко ватку. Так. Поехали. Ну, что ты нам жаришь? Опять не хочет. Ну, давайте поднимем. 370 по Фаренгейту. Пошло. И темп протекшн. И опять вот-вот начинает и разгорается. Вот здесь вот наша ножка. Периодически. Ну, вот как-то так, да. Видите? Я не знаю. Может, это, конечно, я криворукий. И как-то неправильно сталью намотал. Но я еще и не особо пользовался. Значит, а если мы ставим больше. По Фаренгейту. Вот обратно 450. Поставим еще разок. Смочим ватку. Нажмем. И у нас огонек появляется. Вот, видите? Как-то так. Так, на 450 по Фаренгейту уже начинается загораться вата. А при более низкой температуре разогревается вот эта вот постоянно ножка. Но, опять же, внутри, посмотрите, здесь все хорошо. Здесь ватка в середине койла, которая была слегка пожелтела. Но почему-то загорается сбоку ватка. Я еще не силен в термоконтроле на медицинской стали. Поэтому, вот как-то так. Я вам показал, что происходит. Решать уже вам. С тестом термоконтроля на никеле, титане и стали мы закончили. Давайте пробежимся по-быстренькому, по возможностям этого мода и по менюшке. Из особенностей вот этого мода вообще. Здесь вот эта кнопка, кнопка вниз. Вот так вот, если мы будем его держать в руках. И мы смотрим ее сюда. Она, наоборот, повышает ваты. А кнопка вверх понижает. Я не знаю, как они и зачем они, почему они это сделали. Лично для меня это вызывает путаницу. И мне это неудобно. И это его минус. Значит, если мы зажмем кнопку Fire и кнопку вправо, именно в данном положении его можно и перевернуть. Но в данный момент это вот на вот эту кнопку. Значит, зажали, удерживаем. И мы меняем сам режим преднагрева. Вот он сменился на Hard. Зажимаем еще раз. У нас Max. Еще раз Min. Mini и Normal. Вот так вот быстро можно поменять преднагревы. Если зажать кнопки Fire и влево, то мы можем быстро сменить сам режим работы нашего мода. Допустим, сейчас здесь стоит термоконтроль на стали. Значит, мы нажимаем быстренько Memory Mode. У нас включаются наши пресеты. Если еще раз, Watt Mode. И мы переходим в VeryWatt. И обратно в температурный контроль. Запоминает он, походу, последний термоконтроль, который вы выбрали. Заблокировать мод можно пятикратным нажатием на кнопку Fire. Вот я ее нажимаю. Но обратите внимание, что пока я не перестану нажимать на кнопку Fire, он не заблокируется. То есть нужно просто отпустить. Раз, отпустили и появился замочек. Но в заблокированном состоянии мы можем включить или выключить Stealth Mode в этом моде. Значит, зажимаем Fire и кнопку вправо. Зажали Stealth Off. Но он сейчас и так выключен. Если мы зажмем кнопки Fire и влево. Зажали Stealth On. Все, мод уже в Stealth режиме. Если мы зажмем кнопку Fire и кнопку вправо. Зажали Stealth Off. Stealth Mode выключен. Дальше, чтобы попасть в меню этого мода, нам нужно три раза нажать на кнопку Fire. Раз, два, три. Подождать. Вот мы в самом меню. В самом меню мы можем переключаться по пунктам, как кнопкой Fire нажатием, так и кнопок влево и вправо. Так же самое можем переходить. Для того, чтобы зайти в выбранное меню, не обязательно выбрать его и ждать. Можно зажать кнопку Fire. Просто зажали и перешли. Здесь нам предлагается Temp Mode, Memory Mode и Watt Mode. Значит, переключается это все. Не важно, на какую кнопку вы нажмете, влево или вправо, он все равно будет переключаться вперед. Косяк прошивки. Возможно, опять же, с следующей прошивкой это все, думаю, поправится. Но сейчас это минус. Допустим, мы заходим в температурный контроль, зажимаем кнопку Fire. Он предлагает нам выбрать Normal, Hard, Max или Min. Преднагрев, Soft, опять же, те же пресеты. Выбираем Normal, зажимаем Fire, держим. У нас предлагает, в каком термоконтроле мы будем парить наш коил, TC-коил. Значит, здесь у нас идет никель, титан и сталь. Допустим, выберем никель, зажмем кнопку Fire, удерживаем. И здесь он нам сразу же предлагает температурный коэффициент. Здесь стоит, вот опять же, мы постояли просто и он уже сам выбрался. То есть, да, с этим есть неудобство, поговорить долго не выйдет. Значит, он сам уже, внутри него выставлены температурные коэффициенты. Вы можете как самостоятельно их подкорректировать, так и оставить те, которые там выбраны. Значит, здесь, в следующем, когда мы выбрали, подтвердили температурный коэффициент нашего металла, мы здесь можем выбрать Single-коил или DC-коил, Dual-коил. Сколько коилов будет у вас в термоконтроле? Один или два? Ну, допустим, вот DC у меня был, там в DC в тесте. Зажимаем, все, у нас теперь все это выбрано. Разблокировать опять же пять раз, и мы можем парить, ну, когда накрутим ваш атомайзер. Опять же, напоминаю, что при первой установке атомайзера он вас спросит, какой новый ли коил у вас или старый. В этот момент, когда вы нажмете подтвердить, что у вас новый коил, он запомнит и зафиксирует это сопротивление. То сопротивление, которое будет показываться на экране, в момент вашего парения, что оно будет скакать, не будет иметь никакого значения, он будет просто его вам показывать, какое оно в данный момент. Но запомнит он то сопротивление, когда вы нажмете именно подтвердить, что это новый коил, и будет отталкиваться именно от него. И всегда при отпускании кнопки fire будет возвращаться именно к нему. Дальше у нас идет настройка пуфа, это затяжки. Опять же, ну, давайте зайдем, здесь мы можем выставить количество затяжек в день, которое вы сможете сделать. Не знаю, как он отсчитает, что уже прошел один день, я не знаю. Вот, я этим режимом не пользуюсь, мне на него все равно. Значит, never, все сбросить или нет? Ну, допустим, нет, пускай считает. Следующим пунктом у нас идут настройки. Заходим в них, и тут у нас, первым у нас идет выбор, стелс режим, off или on. Можно включить, опять же, быстрыми кнопками в заблокированном сцене, можно и через меню, выберем off. Screen time, через сколько будет гаснуть сам экранчик? Ну, стоит у меня 60 секунд. Можно поставить больше или меньше, это вот как вам удобней. Следующим пунктом у нас идет контрастность экрана. Можете уменьшить, просто для экономии заряда батареи, можете увеличить, если вы, допустим, ярко хотите видеть экранчик сейчас на 100%. Этот режим у нас позволяет перевернуть экран влево или вправо. Как мы видим, вот, можно повернуть для левши, для правши, кому как будет удобней. Данный режим, вот здесь вот нарисован такой коил, заходим в него, и здесь у нас фиксация сопротивления. Опять же, оно будет зафиксировано автоматически, когда вы накрутите ваш атомайзер и нажмете, подтвердите, что это новый коил. Когда вы зайдете с атомайзером, накрученным на этот мод в меню, у вас там будет писаться то сопротивление, которое он запомнил и зафиксировал. Но вы можете его и сами подкорректировать, если знаете более точные значения. И последний пункт, это у нас вот такой вот перечеркнутый крестик. Зажимаем и выходим полностью из этого меню. В основном меню так же самое есть у нас режим выключить полностью мод. Зажимаем, power off, on. Мы можем выключить, off, выключить, on, включить, оставить включенным. И мы можем полностью таким образом выключить наш мод. Не заблокировать, а именно выключить. Пригодится в долгой поездке, перевозке или тому подобное, чтобы не сажать аккумулятор. И последним пунктом у нас идет тот же перечеркнутый крестик. Так же самое он выходит из этого меню. Просто вы выходите обратно в главное. Ну что ж, давайте поднимемся теперь наверх и поговорим немного еще об этом модике. Есть еще кое-что добавить о нем. Ну что ж, дорогие подписчики, я не все рассказал вам в клоузапе. Решил уже наверху здесь расскажу о еще одном минусе вот этого капура. Плюс, значит, это связано с самой крышкой. С самим ее расположением. Как мы видим, вот здесь вот она находится. Мы видим вот здесь вот как она находится. Видите, дрипка немножко выступает за нее. И если вы будете использовать дрипку, которая будет сопливить, то есть, которая будет подтекать, у вас жидкость все равно будет затекать в любом ситуации. Вот у меня даже сейчас здесь есть немножко влажность. Затекать сюда вниз, под крышку. И заливаться будет в эти отверстия, которые здесь перфорированы, для того, чтобы охлаждалась сама плата. Но выходит так, что если дрипка у вас сопливая, то жидкость будет заливаться прямо на плату. И из-за этого может коротнуть. Тут же и находятся аккумуляторы, тут же и плата. Это огромный минус этого мода. Так что вы или на этом моде должны использовать дрипку, которая не сопливит. Ну вот, допустим, я своей полностью удоволен. Или какие-то баки, которые, допустим, тоже не сильно уж и протекают. Поэтому, что это будет очень опасно. Вот использовать этот мод с вот этой вот крышкой, если у вас будет течь жидкость оттуда, из вашего атомайзера. Ну что ж, вот такой вот значительный минус, да, вот в конце. Но, опять же, как есть. Могли бы подумать, сделать вот здесь вот бордюрчик. Ну, ладно, что я буду рассказывать, это уже другие компании многие сделали. Ещё так же самым минусом является термоконтроль на стали. Он поджигает ватку на 450 по фаренгейту. Если ниже, он просто раскаляет вот одну из ножек, которая, видать, плохо туда прилегает ватка. Вот, но не должно этого быть. Не должно так это работать. Так что за это, в принципе, тоже минус этому моду. Крышечка, ну, опять же, это я уже, как говорил, это придирочки, вот всё остальное, то, что она здесь немножко болтается. Его цена. Его цена, это огромный плюс. Он довольно-таки недорогой, этот мод до 50 долларов. За 200 ватт, который здесь, как по моим ощущениям, из того, что я видел, из того, что я парил, да, действительно, здесь есть свои 200 ватт. Ну, даже если 190-195, разницы это не сыграет. Мы видели тест с ДНА-200 рядышком. Жарит она очень круто. Условие того, что это бюджетный вариант с термоконтролем на никеле, титане он работает корректно, на стали, ну, вы сами видели. Мне нравится, опять же, его дизайн, его удобство нажатия на кнопки. Немножко гремят кнопки, но, опять же, куда денешься? Мы отталкиваемся от цены. Цена была бы долларов 80, это была бы куча косяков и минусов. А так, за 200 ватт с термоконтролем модик на две батареечки. Я думаю, что, в принципе, это очень хорошо. Но, опять же, выбирать именно вам. Покупать себе такой мод или нет? Если у вас, конечно, не хватает денег, вы хотите какой-то бюджетный вариант, ну, мощный, вы хотите наваливать с дрипок, вы можете выбрать этот вариант, но будьте аккуратны, потому что вот именно этот косяк с крышкой, что сюда может в плату залиться жидкость, это очень плохо. Будьте с этим очень аккуратны. Хоть тут и можно все раскрутить, залезть туда, почистить, но факт того, что у вас плата может выйти из строя, присутствует. Ну что ж, надеюсь, вам было полезно это видео, интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. До свидания.